Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 27 января. Перенесение мощей Святого Отца нашего Иоанна Златоустого. После того, как прошло 30 и даже более лет со времени кончины Великого Вселенского Учителя, Святого Иоанна Златоустого, в городе Каманах, Святейший Прокол, бывший некогда учеником его, а затем заместителем его престола, совершая летом в память его богослужения в Великой Константинопольской Церкви, произнес слово к народу, прославляя угодника Божия многими похвалами. Пояснение. Святой Иоанн Златоуст скончался в 407 году, около 60 лет от роду. Архиепископом Константинопольским. Он был 6,5 лет в заточении, провел 3 года и 3 месяца. Каман и город в провинции Понтии, на северо-востоке Малой Азии. Ныне на этом месте города одни развалины. Прокол, с 437 по 445 год. Никто не может, говорил он, восхвалить святого Иоанна по достоинству, разве только другой бы такой же Иоанн ныне явился. Подобно переполненной водами реке память его, слагающаяся из воспоминаний его бесчисленных трудов, подвигов и наставлений, напояет души верных. В нем сияют лучи благодати Божией, в которых одному с ясностью является Солнце Божества, другому представляется ощущение православия от ереси, иному показывается гибель идолов, для иного обнаруживается лживость заблуждения, иной вид утверждения веры исправления нравов, для иного блистают небесные венцы. О, архиерей! Память которого, подобно исполненному благуханий воздуху! О, имя Иоаннова, соответствующее делам! О, прозвание златоустым, явственно показывающее, каким он был в проповеди Слова Божия! О, язык высший небес! О, учитель, распространяющий евангельские громы! Это Иоанн, подобный Иоанну предтечи Господнему, проповедовавшему покаяние! Тот был проповедник, этот богогласная труба! Тот был непоколебим, этот непобедим! Тот девственник, этот защитник чистоты! Тот крестил в пустыне, этот в городе растилал мысленные сети! Тот обличал прелюбодея, этот грозно обличал хищников! Тот был брошен в темницу, этот заточен в изгнании! Тот был усечен мечом, этот желал принять такую же смерть за истину! Много у него было подвигов на земле, много венцов уготовано ему на небе! Иоанн ныне взывает вместе со святым апостолом Павлом, я Христово благоухание, ибо я все места очистил от заблуждений, как бы от зловония! В Ефесии я устранил обманы МИДа, в Афригии Матерь ложных богов я сделал бесщадную, в Кесарии я разорил народные блудилища, в Сирии я упразднил богопротивные сонмища, в Персии я посеял семена благочестия, повсюду я насадил корни православной веры! Весь мир посредством своего учения я просветил познанием Бога! Составляя книги, я всюду распространил сети спасения! С Иоанном Богословом я богословствовал о слове Отчим, и вместе с рыбарями я бросил в мир мрежи православия! О, Иоанн, жизнь твоя поистине была исполнена скорби, но смерть твоя почетна, гроб твой славен, награда твоя велика! Когда беседовал так святой Прокол в церкви, народ, горевший любовью к святому Иоанну Златоустому, не мог дождаться конца беседы, но громким голосом все, точно одними устами, взывали к святейшему Проклу, прося его поторопиться возвращением святых мощей Иоанна из Каман в Константинополь. Громкие клики раздавались в церкви так долго, что патриарх не мог окончить свои беседы. Тотчас после отпуска церковного святейший Прокол отправился к царю Феодосию, младший, царствол 408 по 450, сыну Аркадия, внуку Феодосия Великого, и просил его о перенесении честных мощей Иоанна Златоустого, говоря, «Возврати царь евангельский, родившего тебя святым крещением и святительскими руками внесшего тебя в церковь, как некогда старец Симеон Господа. Церковь взывает к тебе, красота моя поблекла, уста закрылись, великолепие омрачилось, дикий вепрь растерзал пастыри златоустовых овец, и кровожадные звери уничтожили плоды уст моих. Зависть осквернила святыни служителя моего, как в лесной дубраве секирами отсекли его от меня и заключили его в гробе молчания. Друзья еретиков говорили между собою, заградим уста, говорившее многое против нас, посрамим его речи, ибо никто уже не сможет так учить и никто уже не возразит нам. Да коли царь будет враг поносить меня ради златоустого, возврати мне того, который был подобием жениха моего Христа. Дары мне своей матери твоего духовного отца, хотя и отстранила его от меня твоя плотская мать, но ты не следуй ее немилостивому сердцу и дурному намерению, а поревнуй святыни духа, без которой никто не увидит Господа. Прошла слава Евдоксии, а церковь всегда пребывает, и твоя мать на вечные времена я. Дай мне возможность повсеместно распространять радость возвращением златоустого, и ты будешь иметь во мне ходатайцу о тебе перед Богом, приобретший душу златоустого в качестве молитвенницы о тебе. Будь сыном правды, утверждаемым отеческую молитвою. Так сказал многое от лица церкви, он склонил царя к согласию. Были посланы в Каманы почетнейшие мужи с серебряной ракою, чтобы перенести святые мощи Иоанна Златоуства с великим почетом. Когда они прибыли туда и показали царское послание Каманскому епископу и всему народу, наступила великая скорбь между людьми. Печали рыдания по поводу лишения такого великого сокровища. Народ не хотел отдавать святых мощей. Много рассуждали по этому поводу, однако не могли противиться царскому повелению. Когда же посланные царем люди хотели взять из гроба святые мощи, они тотчас стали тяжелее камня и всякой другой тяжести. Так что при всех усилиях невозможно было сдвинуть их с места. Посланные много потрудились, но ничего не достигли. Поняв из этого, что святой не соизволяет, чтобы его мощи были взяты оттуда, они тотчас письменно известили об этом царя. Царь, посоветовавшись со святейшим патриархом и другими святыми мужами, понял свою ошибку. Именно, что он не с молением, а с повелением послал взять из каман мощи святого Иоанна. Он задумал написать к нему послание, как бы к живому. Прося прощения за свое дерзновение и умоляя его, чтобы он соизволил возвратиться на свой престол и утешить свое стадо, он написал своей рукой следующее. Вселенскому учителю и духовному моему отцу, святому Иоанну Златоустому, Феодосий Царь. Твое честное тело, честнейший Отец, признав как бы бездушным, подобно телам прочих умерших, я повелел немедленно перенести к нам, но не получил желаемого по причине моего недостоинства. Ныне же к тебе, как к живому, посылаю эту мою собственноручную просьбу и с верой прошу прощения мне и людям твоим. Прости мне дерзновенно предпринятое начинание, покрыв его глубиною твоей мудрости. Ты, учивший всех покаянию, прости кающегося. Как детям, любящим отца, возврати нам отца и обрадуй пришествием твоим любящих тебя. Помимо великой нужды усердно умоляю тебя прийти к нам. Умоляю, а не повелеваю. Не посрами меня, вторично, счастнейший отец. Даруй себя желающим тебя видеть. Возвратись с миром к себе, и свои примут тебя с любовью. Написав это послание, царь отдал его скороходом и повелел, открыв гроб святого, положить его на груди святого и затем совершить всеночное бдение. Когда присланное царем в каманы царское письмо было положено на груди святого Иоанна, и когда затем по совершению всеночного бдения царские мужи коснулись честных мощей, святой тотчас отдался им. Он стал так же естественно легок, как и был. Присланные обрадовались и, взяв из гроба честные мощи, положили их в царскую раку. Там находился один убогий человек, имевший от укушения змеи хромую ногу и живший при церквах, прося милостыни. Он взял небольшой покров от гроба святого и отер им свою ногу. Тотчас нога его стала крепко, как и другая, и он стал ходить, прославляя Бога. Весь народ собрался со свечами для поклонения честным мощам святого и проводил их при перенесении с обильными слезами и рыданиями. Царские люди отправились в путь и, прошедшие без препятствий на большое расстояние, достигли Халкидонской пристани. На встречу святым мощам вышли царь со всем синклитом, патриарх с клиром и бесчисленное множество народа, севшего на корабли. Был приготовлен особый царский корабль для принятия честных мощей Иоанна, в который и была поставлена рака с мощами. Когда возвращались в Константинополь, поднялась внезапно по Божию попущение буря на море. Все корабли были разбросаны туда и сюда. Корабль же, на котором была рака с мощами святого, лишившись руля, носился сам по себе, неведомо управляемый не человеческую рукою, невидимо управляемый, а Божией силою. Он пристал к берегу в том месте, где находился виноградник вдовицы, за который святой Иоанн Златоустый претерпел столько бедствий и самое изгнание. Так он и по смерти явил ревность по правде и изобличил неправильно причиненную обиду. Тотчас море затихло, корабли сошлись в одно место неповрежденными, и никто не пострадал от морского волнения. Когда рака с мощами была перенесена с корабля на берег, поднялся весь город и вышел со свечами, кадилами и песнопениями. Клирики, взяв раку, внесли ее первоначально в церковь святого апостола Фомы, а затем в церковь Ирины, иначе называемую Церковью Мира Христова. Здесь царь и патриарх открыли раку и нашли тело святого Иоанна, подобном виноградной лозе, святущим красотой и нетлением, и издающим великое благоухание. Царь, сняв свою багреницу, простер ее над мощами, а затем, припав на персе святого, со слезами говорил, «Прости, отче, пригрешение, причиненное тебе завистью. Не считай меня сообщником греха моей матери, и не допусти, чтобы я страдал от оскомина за родительскую невоздержность. Хотя я и сын твоей гонительницы, однако я не повинен в причиненном тебе бедствии. Прости ей согрешение, чтобы и я был свободен от упрека тяготеющего на ней. Преклоняю свой сан к ногам твоим, и всю мою власть подчиняю твоему молению. Прости оскорбившую тебя безрассудным насилием, ибо она раскаялась с соделанным тебе и просит прощения, обращаясь к тебе со смирением моими устами так. Помяни, отче, твое учительское слово, а не память о злобе, и сам забудь мою злобу. Я хочу восстать от падения, но подай мне руку, ты говоривший, если кто пал однажды, встань и спасешься. Я не могу перенести твоего недовольства мною, даже гроб мой сотрясается, сокрушая мои кости. Боюсь я и вечной казни и того, чтобы не быть устраненной от стояния одесную на страшном суде Христовом. Многих спас ты своими поучениями. Да не буду я одна лишена того же спасения. Не оставь меня, зовущий тебе во след, но отомсти за меня врагу моему дьяволу, ибо это он научил меня оскорбить тебя, как некогда научил Еву согрешить Богу. Не гневайся на меня, не злобивай, не памятозлобствовавший в жизни тленный, не памятозлобствовавший нетленный. Если я, жиря временной жизнью, причинила тебе зло, то ты, жиря вечной жизнью, будь полезен душе моей. Миновала моя слава, и ничто мне не помогло. Помоги же мне ты, Отче, во славе своей, которую ты принял от Бога, прежде чем я буду осуждена на страшном суде Христовом, прости меня безответную. Говоря эти слова от лица своей матери, царь не переставал плакать, но орошал слезами тело святого и лобызал его со страхом. Так же и Святейший Прокол с любовью лобызая тело святого взывал, радуйся, Христолюбивый Отче, сладчайший Учитель. Я твое чадо, воспитавшееся от твоего духовного молока. Как ты был прежде меня пастырем, так и ныне ты пастырь. Мои овсы суть твои, на твоей пажите доселе питается твое стадо. Я, стремясь к тебе, не желает следовать другим пастырем твое стадо. Яви же нам лицо твое и снова заставь услышать голос твой. Весь народ стремился хотя прикоснуться только к честной раке святого и не отходил от нее день и ночь. Наутро мощи святого были возложены на царскую колесницу и отвезены с великой честью и славой в великую соборную церковь святых апостолов. Когда рака была внесена внутрь и поставлена на патриаршем престоле, весь народ восклицал как бы едиными устами «Прими престол свой, Отче!» Тогда патриарх Прокола, с ним и многие достойнейшие мужи, увидели, что святой Иоанн, раздвинув свои мертвые уста, как бы живой произнес архиепископское благожелание «Мир всем!» Во время совершения святой литургии много чудес, чудесных исцелений было подаваемо от святых златоустовых мощей, болящим, а равно и гроб царицы Евдоксии остановился от своего долговременного сотрясения. Пресвитеры положили святое тело Иоанна в алтаре под жертвенником. С весельем и радостью прославляя Христа Бога со Отцом и Святым Духом, превозносимого во веки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь!